Министр экономики первый член правительства, который пришел к депутатам в новом сезоне. Период летних отпусков закончился, пришло время поработать на благо страны и народа. Пербулат Досаев взял с места в карьер. Принятие законопроекта позволит устранить имеющиеся проблемы, возникающие при применении налоговых норм, улучшить соответственно бизнес-климат и создать условия для дальнейшего стабильного социально-экономического развития страны. Презентация Досаева вызвала бурную эмоцию среди народных избранников. Ведь депутат, он тоже человек, тоже платит налоги. Министерство совсем работать не хочет. Налогами все хочет решить. Где ваши налоговые органы? Почему вы не хотите работать и налогами все хотите решить? Работайте лучше. Натиск депутатов нарастал. Один за другим они нападали на министра, но он не отступил. Время идет. Жизнь меняется. А налоговые ставки, к примеру, на недвижимость не пересматривались с 2002 года. То есть растут доходы, меняется рынок, цены, происходят процессы инфляции, а налоги остаются на уровне десятилетней давности. Налоговые инициативы правительства обсуждают еще с лета, когда стало известно о планах повысить налог на автомобили с объемом двигателя от 3 до 4 литров. Глава Минфина Була Джамишев тогда назвал его своеобразным налогом на роскошь и вызвал массу критических комментариев в обществе. Кроме налога на транспорт может вырасти оброк на недвижимость. Правительство предлагает рассчитывать его исходя не из 30 тысяч тенге за квадратный метр, как сейчас, а увеличить базовую цифру до 60 тысяч в городах Алмата и Астана. Один из членов рабочей группы по разработке действующего налогового кодекса Геннадий Шостаков говорит прямо, что это только цветочки. На первом этапе он просто сейчас налоги повысит в этом году. Уже в 2014 году предложит пожестче администрировать эти нормы и брать уже налоги не с кадастровой стоимости, а с рыночной стоимости. Скорее всего, правительство продавит в парламенты повышение налогов. После презентации законопроекта рабочая группа продолжит его постатейное обсуждение. Можно быть уверенным, что депутаты будут биться за каждую копейку. В Казахстане они люди неведные. И планы Минэкономики повысить дань в казну государства напрямую затрагивают их не худые карманы.